добрый день сегодня 19 и вчера я вам ныло 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 что не хочу кататься на велосипеде и вот сегодня приехал после работы солнышко ну прохладно ну ничего все не обязательно покатаюсь ничего меня не остановит быстренько быстренько перекусила вывела своего боевого коня правда вот у меня есть потери за зиму в общем стоял на чердаке вова перетаскивал там кое-что и разбил мне зеркало поеду сейчас в конце поставлю вам таймлапс кто смотрит до конца не беру воду потому что сейчас прохладно надеюсь что обойду кто меня давно смотрит наверное понимает куда я приехала я приехал на самое любимое место на победеньке это нашу аллею вот так она выглядит как всегда прекрасно даже спиленные вон там брошенные ветки не испортит моего впечатления птички поют сейчас прокачусь архитектор с москвы не знаю болел а суши а я знаю что мы кому-то ходили когда голосование и его да и у него там проект не проекта их скис это он вода там типа жилье какой-то снимал на время а а он чё старый или молодой дед-то он тут вот съездила сейчас к своей коллеге я у нее она вообще у нас очень рукодельная я у нее попросила иван чай так как мы его во все время говорит ой давай в общем сорвем заварим такой он там вкусный ну он конечно и продается в продаже но я хотела именно такой который сделали люди сами почему потому что если рвать то надо понимать какой он будет не заводского производства а домашнего дело в том что я читал про иван чай и его там скажем так не просто так сделать то есть не просто взял сорвал и высушил там что-то с ним столько танцев с бубнами там его подвяливать фрагментировать там сям ну очень короче там целая история с географией если делать его по умой и правильно и вот мне хотелось узнать стоит ли овчинка выделки запыхалась вот и еще мы сейчас ней прошли здесь вот кладбище и никогда не была на повесенском кладбище я еще с ташкента всегда любила ходить когда мне брали родители на кладбище рассматривать всякие мы красивые могилы там плиты заодно посмотрела многих людей которые здесь лежит которых я знала на победнике как-то одной зайти на кладбище ну как-то ну знаете как то не очень ну в том плане я не то что там боюсь а как-то скажу таскается по кладбищу вот а вот своей коллегой зашли посмотрели вот любопытно а вы любите ходить по кладбищу снимать на кладбище она как-то наверное знаете не очень хорошо хотя если я буду в ташкенте то обязательно сниму боткинское кладбище у нас там очень интересное там очень много красивых могил красивых скульптур я знаю что в москве даже на такие вот знаменитом новодевичьи там кладбище есть даже экскурсии там тоже у нас ташкенте лежит много людей известных даже людей и памятники они именно виде статуй не просто наградные плиты и тоже интересно там склепы есть всякие но очень вот у меня сегодня такая вот экскурсия можно сказать отвыкла немножко кататься на велосипеде не то что трудно но все-таки немножко запыхалась сейчас еще планирую по победеньки проехаться и все пойду домой покажу вам аллею нашу еще раз птицы поют хорошо людей никого нет так как сейчас еще как бы грубо говоря не разрешено особо где-то сидеть там и холодновато еще тоже завод на котором я раньше работала строймаш центр там был литейный цех а вот сейчас уже ну снесли разобрали вот так выглядит иван-чай который меня угостили сейчас попробуем его заварю и расскажу о своих впечатлениях и так сейчас насти будем проводить дегустацию иван-чая натурального собранного в экологически чистых победенских луках ну пахнет я бы сказала не знаю ну не как чай пока давай я свое мнение чтобы тебе предвзятое не было не буду говорить ты потом сама попробуешь давай пробуй ты пахнет правда как чай лишь как будто какой-то компотик ой компотика сухопруктов блин мама мне уже не нравится я даже еще не пробовал на горячую воду с легким привкусом травок на горячую воду с легким привкусом я тебе хочу сказать насть его вот это иван чай его короче пока это замерзла боже мой царь на нее пили пока из индии не привезли я поняла нет ну раньше когда чай нету люди вот собирали его но чтобы вот он был такой там в общем волос сорок семь кругов ада надо пройти там его сначала как-то вялют потом как-то там в общем там катают рекомендацию как она ферментацию в общем короче я не знаю как правильно называется проводят в общем там очень сложный этот процесс чтобы вот такой вкус получился да горячую водичку с легким врём сквозь травок в общем я осу говорю а то у меня весь плещ проел что я ему вон чай не делаю слушай он его попробует мура блин на выкройке села мне кошка мне удобно да пью ладно хотела вам показать это прямо какой-то отсыл в советское время Настя сегодня принесла бурду помню в советское время когда я была как раз как Настя даже немножко помоложе у нас это было это была икона стиля это было практически как волк я не знаю почему мы выкройки материалов особых не было но шили такие платья мы прям додырова все все в эти бурду все просматривали вдоль и поперек и так и сяк и так и сяк прикоснуться к неведомой жизни кусочек западной жизни так ну чё понравился чай можно еще попить ладно ой мам забыла тебе привезти китайский это вообще с этим вот тут точно бурда это лучше да вот такого цвета ну цвета чая бывает чай конечно покраснее но тоже в общем то не самый светлый в общем в следующий раз будешь дебюстировать китайский чай с хризантемой с ягодами годжи нет ну он как бы нормальный но не настолько чтобы я с ним с такой выкапучивалась а тот по вкусу похож на компот из сухофруктов как точно ну все накаталась я удовлетворила свое первое желание конечно я не так уж и много проехала но тем не менее все равно получила большое удовольствие чего и вам желаю на этом до скорых встреч всем карма спасибо